У Гомеля обновили строительство школы в 21-м микрорайоне. Начаток припыненным 5-ти годов тому работам на объекте дал заворот горожан на великую размову с президентом. Объект одразу ж был включен в джаж программу, которая продуглеживает финансование не только из мясового, но и из республиканского бюджета. Сейчас на строительстве плясов закипит праца. До обновления работ приступили даже ранее запланованного. Дозволила на дворье. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Социальный долгобуд знаходился на консервации 61 месяц. Зразумело, перед тем, як приступить до обновления будовництва, специалисты проектной организации провели обследование объекта. Выник, опорная сдольность конструкции подтвержена. Будовникам дали добро. Обновление работ заплановали на красавик. Однако по сопраудам весновое на дворье дозволило распочать уже зараз. Перш-наперш тут приступили до укладки инженерных сеток и установки вежевых кранов. Наступный крок – вертикальная планировка. Школа представляет из себя трех-четырехэтажное здание из сборного железобетона, каркасное строение. В первом блоке будут размещены спортзалы, актовый зал, конференц-зал. Второй блок – это фойе, столовая, ну и, соответственно, помещение для учеников. Также проектом предусмотрено строительство бассейна с переходной галереей. Особным блоком идёт будинок для групп продолженного дня. Там одночасово, сможет, находиться 160 наученцев початковой школы. В уголе установа различена на 765 ученев. Уличиваючи, что школа вся окружена шмат поверховками, а в ближайших микрорайонах протягивают будовать новые домы, попыт на ЕЕС часом не только не снизился, а на вот взрос у некольки разов. Сегодня основную нагрузку на себя приняла 66-я школа Гомеля. Очень нужна школа. 21-й микрорайон и 20А. Дети посещают 66-ю школу, которая обучается в две смены. Там более 1600 детей. Школа мощностью 66-я на 930 мест. Новая установа эдукации тут потребуется, как по ветру. На счастье, доуга будет вывели с глубокой заморозки. Однако говорить об тем, коли у школе прогушить первый звонок – ещё рано.